Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рады вас сегодня видеть. Мы с вами продолжим тематику «Здоровое сердце». Кто из вас знает такой диагноз «эшемическая болезнь сердца»? Слышали? Поднимите руки. А у кого такой диагноз присутствует? Поднимите руки, пожалуйста. У кого присутствует «эшемическая болезнь сердца»? Спасибо. Что такое «эшемия»? Слово «эшемия»? Кто знает? Что значит слово «эшемия»? Это недостаточность, недостаток. «Эшемия» — это когда сердце испытывает недостаток в поступлении кислорода и питательных веществ. Помните, о чем мы с вами говорили? Сейчас мы немного вспомним. 60% смертей в Украине вызваны как раз сердечно-сосудистыми заболеваниями. И сердечно-сосудистые заболевания делятся на две основные группы. Это результатом сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, финальная часть — это инфаркт или инсульт. И заболевания могут быть связаны с заболеванием коронарных артерий, сердца, или же заболеванием сосудов головного мозга. И вот к инфаркту приводит, как правило, инфаркт — это конечная стадия ишемической болезни сердца. Можно, пожалуйста, в зале не разговаривать. Мы с вами эту картинку видели. Начиная уже фактически с 10 лет, в организме, в сосудах человека, для ребенка начинают откладываться холестериновые бляшки. Чем старше человек, тем все большую часть на стенках сосудов занимают вот эти атеросклеротические бляшки. И вот когда стенка или просвет артерий или сосуда перекрывается на определенный процент этой бляшки, то, если это коронарная артерия или сосуд сердца, которые питают как раз наше сердце, дают ему кислород, питательные вещества, и вот если этот коронарный сосуд или артерия перекрывается, холестериновая бляшка на какой-то процент, сердце начинает испытывать недостаточность. Недостаточность в кислороде и питательных веществах. Вот слово ишемия, это как раз недостаточность. И когда сердце испытывает недостаток кислорода и питательных веществ, начинаются приступы стенокардии. Или по-другому еще грудной жабой называют. То есть начинаются боли в сердце. И вот когда у вас болит сердце, чаще всего оно болит как раз из-за ишемии, недостатка поступления в сердце, питательных веществ и кислорода. И связана ишемия с тем, что сосуды перекрываются чем? Агросклеротическими бляшками. Вот мы видим пример с вами. Картинку уже смотрели. Чистый сосуд. А вот уже процесс атеросклероза. Видите, отложения на стенках сосудов. А вот уже конечная стадия. И в тонком просвете артерий застрял тромб. Мы говорили, вот они коронарные артерии, сосуды, которые окаемляют сердечную мышцу, питают ее. И это тоже в разрезе артерия. И видите, вот это вот все наше сало, жирная сметана домашняя, жирный творог, кондитерские жирные изделия, тортики, вот, и прочие жирные майонезы, маргарины и прочая жирная, жирная любимая всеми, большинством пища. Вот, вот она отложилась здесь, и потом здесь застрял, видите, такой тромб хороший, сгусток крови, из-за недостаточного потребления воды, из-за жирной пищи, из-за малоподвижного образа жизни. И этот человек фактически умер от обширного инфаркта. Вот на картинке перед вами сейчас будет... А можно попросить первую миску выключить? Номер два. Спасибо. Перед вами, вот видите, модель сердца, макет. Вот он, вот они наши коронарные артерии, сосуды. И вот, представьте, человек любил поесть вкусненько, жирненько, все такое жареное, жирное, имел избыточный вес, мало двигался, и вот в 40 лет вдруг у него вот здесь образовалась холестериновая бляшка. Видите? Кровоток, кровоснабжение сердца прекратился, и вот этот участок сердца, что с ним произошло? Он отмирает. Это обширный инфаркт. Если бы забился сосуд вот где-то вот здесь, видите, небольшой, то это был бы микроинфаркт. Понятно теперь? Кому понятно, что такое инфаркт? Спасибо. Значит, сегодня мы поговорим, помните, вспомним факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте вы мне назовете три фактора риска, которые мы не можем поменять. Наследственность. Ну, для сердечно-сосудистых заболеваний коллогия не столь большое значение. Наследственность там была. Стресс мы можем влиять на стресс. На питание можем влиять. Возраст мы не можем изменить свой. И что ищет ветер? Пол. Так, наследственность, возраст и пол. Мужчины больше подвержены сердечно-сосудистых заболеваний. Вот женщины их догоняют после определенного возраста, когда женские гормоны уже не выполняют защитной функции. И не могут уже выполнять. Дальше мы говорили, фактор риска. Повышенное артериальное давление помогает. Следующее. Повышенный уровень холестерина в крови. Повышенный уровень триклицерина в крови. Какие еще факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний? Вы помните. Избыточный вес является серьезным фактором риска. Сахарный диабет, курение, малоподвижный образ жизни, стресс. Вот 11 основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте по очереди сегодня остановимся на уровне холестерина в крови. Что же повышает уровень холестерина в крови? Первое. Что на картинке? Догадывайтесь. Что повышает уровень холестерина в крови? Что-что? Вот здесь, в данном случае, имеется в виду малоподвижный образ жизни. Человек целует свой любимый телевизор. Малоподвижный образ жизни повышает и способствует повышению уровня холестерина в крови. Второй фактор риска. Насыщенные жиры. Насыщенные жиры. То есть, жиры, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Коубасы. Что там дальше? Сало. Жирное мясо. Что еще? Сыры. Жирный творог. Жирная сметана. Сливочное, жирное масло. Также к насыщенным жирам относятся еще пальмовое и кокосовое масло. Из растительных жиров к насыщенным относятся пальмовое и кокосовое, которые используются в современной промышленности. Поэтому, если вы не хотите, чтобы уровень холестерина в крови у вас был критическим и процесс атеросклероза развивался очень быстро и оказаться в реанимации в процессе из-за инфаркта инсульта, то насыщенные жиры следует ограничивать и стараться заменять их растительными жирами, растительными маслами. Растительное масло, особенно если это масло льна, масло семени льна, оливковое масло, арахисовое масло, соевое масло, эти жиры, они понижают уровень холестерина в крови. Поэтому, если у вас сердечная недостаточность, вам хорошо принимать в качестве лекарства, допустим, оливковое масло или масло семени льна. Далее, помните, вы говорили, самый опасный жир, который больше всего влияет на развитие атеросклероза. Какой это жир из насыщенных? Да, это молочные жиры. Они больше всего влияют на развитие атеросклероза. Меристиновая кислота, содержащаяся как раз в молочном жире, она способствует развитию атеросклероза. Поэтому таким людям, которые любят очень молочные продукты, сыры и прочие, сметана жирная, лучше выбирать молочные продукты с пониженным процентом содержания жира. Следующий фактор риска, и что еще повышает уровень холестерина в крови? Трансжирные кислоты. Трансжиры. Что такое трансжиры? Кто из вас может подсказать? Трансжиры. Что это? Это жиры, которые образовались в процессе гидрогенизации. То есть берется растительное масло, подвергается определенной обработке, гидрогенизации. После этого оно становится твердым. Твердое растительное масло. Это, другими словами, кондитерский жир, который используется в промышленности. Вот во всех кондитерских изделиях, если написано в составе растительный жир, то, как правило, это твердый растительный жир. И вот по данным Всемирной организации здравоохранения, именно трансжиры, они еще вреднее, чем насыщенные жиры. Хотя они не содержат в себе холестерина растительного происхождения, но они, возможно, повышают уровень холестерина в крови еще сильнее, чем насыщенные. Поэтому к таким продуктам, как маргарин и твердое растительное масло, нужно относиться с большой осторожностью. То есть в день съедать не полтора килограмма, а хотя бы полкилограмма. Поняли, да, Иван Ильич? Следующее, что еще влияет на уровень холестерина, это пищевой холестерин. То есть холестерин, который содержится именно в продуктах животного происхождения, и очень много холестерина в субпродуктах, таких как печень и другие внутренние органы. Мозг, животные, печень, другие субпродукты. Поэтому старайтесь осторожно употреблять такие продукты. Как же снизить уровень холестерина в крови? Сейчас мы поговорили о том, что повышает уровень холестерина. Теперь давайте посмотрим, чем мы можем снизить. Первое. Физическая активность. Нужно больше двигаться, чтобы холестерин не откладывался на стенках наших сосудов. Второе. Потребление продуктов, содержащих много клетчатки. Вы знаете, что клетчатка делится на два основных вида. Какие два основных вида клетчатки, вы знаете. Клетчатка бывает водорастворимая и нерастворимая. Нерастворимая клетчатка, это фактически отруби. Оболочка зерновых. И вот эта клетчатка, она проходит по желудочно-кишечному тракту, напитывает на себя токсины, лишние жиры, которые содержатся в кишечнике и выводит их из организма. Растворимая клетчатка, которая содержится в основном в фруктах, в некоторых злаках, она поступает в кровь и способствует тому, что выводит лишний холестерин из организма. Поэтому очень важно, Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день употреблять минимум 400 грамм фруктов для овощей. Потому что фрукты и овощи способствуют снижению уровня холестерина в крови. Также бобовые и цельные злаки способствуют выведению холестерина из крови. Следующее. Ограничьте потребление насыщенных жиров. Постарайтесь ограничить употребление жиров животного происхождения и трансжирных кислот. Следующая рекомендация. Употребляйте полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры. Это растительные масла, как я говорил уже. Оливковое масло, мононенасыщенные жиры. Арахисовое, кукурузное и другие семя льна. То есть замените жиры насыщенные на ненасыщенные. И вы сможете понизить уровень холестерина в крови. Исключите из рациона гидрогенизированные жиры, маргарин и кондитерский жир. Старайтесь меньше потреблять. Ограничения? Вопрос на? Подсолнечное лучше, чем... Оно относится к полиненасыщенным жирным кислотам. Лучше, чем жиры животного происхождения. Но при большом употреблении, при большом количестве от него польза минимизируется. То есть лучше всего для появления на уровень холестерина влияют именно масло оливковое, семя льна, рапсовое масло, арахисовое. Это данная Всемирная организация здравоохранения подсолнечное, не сильное. Кукурузное лучше, в данном случае, чем подсолнечное. Но лучше это вот семя льна. Семя льна, оливковое масло. И, кстати, вы можете добывать его, не обязательно покупать. Вот семя льна, употребляя в пищу, употребляете фактически масло. Берете семя льна на кофемолке, в пищу добавляете, и это фактически, как уже получается, как лекарство. Идем дальше. На сегодня все. В следующий раз мы поговорим о том, как понизить уровень артериального давления, привести его в норму с помощью естественных природных средств. Спасибо большое. Будьте здоровы. И пусть наша сердечно-сосудистая система каждого будет все чище и чище от холестерина. И всего самого-самого доброго. Не болейте. Спасибо. Спасибо.